Дорогие коллеги садоводы, я желаю вам всем, чтобы у вас никогда в жизни не возникло такой ситуации. Чтобы вам не пришлось на участке, уже начавшее полносить дерево, пересаживать на другое место. Потому что в свое время вы на перспективу не продумали и посадили его не там, где оно могло бы расти всю жизнь. И у вас возникла ситуация на участке, что вы на этом месте решили, например, что-то построить и дерево теперь вам мешает. А дерево хороший, хороший сорт, он начал хорошо полносить. Тут есть, конечно, вариант какой. Просто избавить от этого дерева и посадить такой же сорт новый. Но какая гарантия, что вы, приобретая новый саженец, получите именно этот сорт, это дерево, это раз. Ну и второе, 3-4 года нужно будет ждать, пока оно заплодоносит на новом месте. Естественно, у вас появляется желание и соблазн пересадить это дерево, уже полносящее, на новое место. И вот здесь многие из вас сталкиваются с серьезной проблемой и, главное, совершают ошибку, из-за чего такие деревья плохо приживаются, поздно начинают полносить или даже вообще не приживаются, а погибают. Поэтому я сейчас расскажу, как нужно правильно пересадить дерево, если вы все-таки с такой проблемой столкнулись. Процесс пересадки, уже полносящий деревьев, достаточно трудоемкий и сложный процесс. Кстати, пересадить можно не любое дерево. Вот практика подсказывает, что до 10 лет деревья пересаживаются более-менее нормально. Более старшего возраста пересадить сложнее, потому что корневая система у них настолько большая. И тонкие основные корешки находятся по периферии кроны. И при выкопке таких деревьев практически все эти корни остаются в почве. И саженцы такие очень плохо потом приживаются. Я сегодня процесс пересадки покажу вам на примере вот этой груши. Ей уже 8 лет. Она нормально плодоносит. И высотой она почти 5 метров. И длина ее в боковых скелетных ветвей почти по 2 метра. С чего начинаем процесс пересадки? Первое. Нужно выбрать новое хорошее место для посадки этого дерева. Так, чтобы в дальнейшем ни вам, ни вашим детям не пришлось снова пересаживать его. Второе. Нужно выкопать это дерево с комом земли. По возможности постараться, чтобы ком сохранился и не разрушился. На черноземах и на суглинистых тяжелых почвах сделать это легче. Потому что ком остается и не рассыпается. Вот на песчаных почвах немного сложнее. Там не всегда удается сохранить ком. Обкапывать деревья, начинать нужно как минимум метр в диаметре ком оставлять. Ну и постепенно углубляясь в почву, вот так вот сужаться, идти на конус, чтобы потом внизу подрубить основной центральный корень. У груш, как правило, есть основной стержневой корень по центру, который находится. Выкапывать легче деревья вот такими мощными прямоугольными лопатами. Хорошо заточенными, чтобы легко обрубать не толстые корни, которые будут нам попадаться. Ну а более толстые корни обрубаем топором или отпиливаем садовой ножовкой. Ну, которую вам не очень жалко, потому что мы работать будем в почве и, естественно, она быстро затупится. Третий момент очень важный. Вот именно здесь практически все садоводы совершают ошибку. Всем хочется полностью сохранить объем, крону этого дерева, потому что оно уже плодоносит. И вам хочется, чтобы вы его пересадили на новое место, и оно буквально там через год прижилось, окрепло и начало полоносить. Поэтому у всех есть желание, соблазн оставить всю крону, не трогать ее. А это неправильно. Так как большую часть корней мы вынуждены будем обрубать, иначе мы просто ком не сформируем и не выкопаем это дерево. И на дерево остается где-то, может быть, процентов 20 корней. Причем не самых тонких и не рабочих. Из-за этого мы вынуждены сильно обрезать крону. То есть соподчинить размер кроны, количество веток, оставшимся корням. И так как корней осталось немного, то и крону мы должны как минимум наполовину, а то даже две трети объема кроны и веток вырезать совсем. Да, это страшно. И не у каждого садовода сразу рука поднимется отрезать эти ветки, на которых, например, заложились плодовые почки. И они теоретически на следующий год могли бы дать плоды. Но если этого не сделать, шансов, что это дерево полностью, целиком, пересажено на уместо, приживется, будет близка нулю. Кстати, вот такую обрезку дерева можно сделать в самом начале. Сначала обрезать, убрать все. Ну, а потом уже начать выкапывать. Иногда это даже легче, так удобнее. Ветви не мешают вам. Ну, в моем случае они расположены так, что они не мешали процессу выкопки. Я сначала выкопал, подготовил, вот сделал ком. А теперь вот буду убирать лишние ветки. Центральный проводник обычно, когда мы формируем деревья, мы срезаем на высоте 3-3,5 метра. Но вот в этом случае, когда пересаживаем, мы его снижаем меньше. Вот буквально 2 метра оставили. И на одной из веточек вот таким вот образом его вырезали. Основные скелетные ветви, более толстые, мы тоже вырезали. Теперь укорачиваем или вырезаем совсем вот эти полускелетные и обрастающие веточки плодовые. Вас не должен пугать вид, получившегося после обрезки дерева. Здесь почти ничего не осталось, но не переживайте. Основания скелетных веток остались. На них есть и полускелетные веточки, вот, и обрастающая древесина. То количество вегетативных почек, из которых сформируются листья на этом дереве, вполне будет достаточно. И сильно уменьшенная корневая система, ну, как бы соподчиненная, уравновешенная теперь с кроной, в состоянии будет, пока сама будет приживаться, отрастать новые корешки, в состоянии будет прокормить, обеспечить водой и питанием эти листья. Ну, а они, начав активно работать, будут обеспечивать и стимулировать образование новых корней. Год-два максимум, и это дерево преобразится. Вырастут новые ветки, новые побеги, из которых сформируем полноценную, красивую крону. И дерево буквально на третий год после пересадки начнет плодносить. Именно этот сорт будет на новом месте. Вот многие, кто пересаживал, но такую обрезку не сделал, не получили желаемого результата. Все эти срезы, после того, как мы дерево пересадим на постоянное место, мы замажем хорошим пластичным садовым варом, что будет способствовать их заживлению. Ну, с новым местом для дерева мы заранее определились. И теперь, после того, как мы дерево выкопали, мы знаем точный размер кома, который у нас получился. Мы готовим новую яму. Она должна быть чуть больше по размеру, чем наш ком. Ну, и по глубине примерно так же, чтобы дерево посадить примерно на такую же глубину, как оно и росло на старом месте. Вот яма нужного размера готова. Теперь наша задача доставить сюда выкопанное дерево. Ну, если вы пересаживаете деревья на одном участке и недалеко пересаживаете, то с помощью своих там друзей, родственников, ну, 2-3 человека на куске брезента или плотной ткани аккуратно дерево с комом земли перекладываем на эту ткань и перетаскиваем на новое место. Если куда-то подальше или есть возможность, у вас есть, например, тачка, можно дерево это перевести на тачки. Ну, вот вы видели, как даже с помощью тачки вдвоем не очень легко было перевести дерево, но нам удалось по максимуму сохранить ком, и вот дерево оказалось в новой посадочной яме. Ее выровалили по глубине, она примерно так же, как и росла на старом месте. Теперь наша задача вокруг этой ямы внести перегной, сюда можно ведра 4, и засыпать вот этой верхней полнородной почвой, которую, когда яму копали, мы ее складывали отдельно. При пересадке таких деревьев очень важно хорошо-хорошо пролить водой и всю посадочную яму, и ком земли, так, чтобы между корнями и почвой не осталось воздуха. Это гарантия того, что корешки быстро начнут новые сейчас образовываться, впитывать влагу, и дерево начнет хорошо приживаться. Ну, мы поливаем из шланга, а так вот, если на такой объем, ведер 8-10 нужно вылить воды, чтобы полностью хорошо смочить и ком, который мы перевезли, и эту всю посадочную яму. При выкопке этого дерева в зоне корней я нашел много личинок майского жука, и вот, чтобы не случилось беды, и эти личинки не попали с комом земли, и просто они могли находиться, и здесь вот, где новую яму приготовили, вот, так вообще большому дереву они уже, как бы, большого вреда могут не причинить, не страшны. Но в нашем случае, когда мы пересадили дерево, когда корни сильно обрублены, и вот новые корешки, которые будут отрастать, личинки майского жука могут их сильно повредить, и дерево будет из-за этого приживаться хуже, поэтому при посадке, когда поливаете водой, нужно обязательно внести раствор престижа. Вот на такое дерево нужно ведра 4 раствора из расчета 2 мл престижа на 10 литров воды. Равномерно вокруг проливаем, а потом обильно, как следует, поливаем еще водой. Еще, чтобы это деревце лучше прижилось, вместе с водой, с поливом, хорошо бы добавить стимуляторы корнеобразования. Это различные виды корневинов, корнеросты, которые будут способствовать ускоренному образованию новых корешков. Ну вот, дерево пересадили, обильно полили, оно хорошо держится на месте, сделали приствольный круг, вот такую воронку, чтобы удобно было поливать. Теперь очень хорошо бы приствольный круг замульчировать. Для этого можно использовать скошенную газоную траву, сорняки, солому, листья. Ну, одним словом, слой мульчи должен быть сантиметров 5-10. Она предотвратит испарение влаги и создат более комфортные условия для приживаемости этого дерева и для роста и развития новых корней. Ну вот, практически все. Остался маленький штрих. Чуть позже вот эти части коры, которые ослаиваются, можно плоскорезом фокина очистить и покрасить специальной водоэмульсионной краской для сада, чтобы в феврале, в марте месяце здесь вот на коре не было солнечных ожогов. Это для тех, кто деревья будет пересаживать осенью. Ну, а если кто из вас пересадкой будет заниматься весной, просто пересадите, красить уже не нужно будет весной деревья. Просто нужно в течение лета регулярно поливать, подкармливать и в подкормку добавлять обязательно стимулятор корнеобразования и регулярно в течение лета опрыскивать деревья, защищать их от вредителей и болезней. Чтобы не было здесь ни тли, никаких листоверток. От этого зависит успех, приживаемость этого дерева и вступление в плодоношение. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Я теперь уверен и спокоен, что если у кого из вас и возникнет такая необходимость пересадить дерево, вы, посмотрев этот ролик, сделаете все абсолютно верно и дерево гарантированно приживется. Всего вам хорошего, здоровья и успехов во всем!